Добрый день, друзья, Сергей Котляров. Мы с вами продолжим рассматривать такую тему совет до любовь. Для того, чтобы создать интим мужчине, нужно кончиком языка поиграть с его мочками уха, сосками и спуститься от груди к лапку, остановив свое внимание на пупке. В это время руки не должны бездействовать. Нежно массируя грудь, бедра и ноги, мужчина почувствует прилив сил и возбуждение во всех частях тела. После этого его можно попросить перевернуться на живот и продолжать ласки, акцентируя внимание на спине и ягодицах, покрывая при этом тело поцелуями. Лучше сосредоточиться на шее и плечах. Таким образом он настроится на дыхание партнерши, что позволит быть на одной волне. Главное, избегать хаотичности и монотонности. Не надо с таким угрюмым видом, что да ёлка, красота, когда оно закончится. Все движения должны носить напористый, но в то же время нежный характер. Это означает, что если женщина хочет пребывать в забвении от возбуждения, его действия должны носить соответствующий характер. Когда она отдает всю себя прелюдиям, в ответ получает такую же нежность и страсти. Ну как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Обязательно нужно спрашивать мужчину, насколько ему приятны те или иные действия. Также стоит узнавать, как он бы хотел продолжить ночь. Стесняться таких вопросов не надо. Таким образом пара становится ближе и предотвращает множество ошибок. Особенно это актуально в первую ночь, когда не изучены его особенности тела партнёра. Когда при близости люди интересуются о пожеланиях друг друга. Это расценивается как забота, что положительно сказывается на дальнейших отношениях. Поэтому не стесняйтесь расспрашивать, а что ты любишь, а что ты хочешь, а как ты себе представляешь. А то мы бывает зацикливаемся в себе, то что подумает, то скажет, что я какой-то извращенец, то что я всё расспрашиваю. А расспрашивать именно надо. Ну и отвечать же на эти вопросы надо. Значит главная цель это не получение собственного удовольствия. Дарить свою любовь намного приятнее. Особенно должна стать и первая брачная ночь, которая будет наполнена нежностью и любовью. Очень часто ощущения при ней соизмеримы с самой начальной близостью. И ограничения в отношениях до свадьбы снимаются. Конечно, это осуществимо только при обоюдном желании. Если муж хочет попробовать нестандартный секс первую ночь, значит он готов принять и владеть своей женой полностью. Согласиться на это может не каждая. Но такая близость говорит о доверии друг к другу. Многие женщины считают нетрадиционные виды игр в постели аморальными. В то же время как мужчина вкладывает совсем иной смысл. Это для него больше чем интим. Реализуются его тайные фантазии. А чувства носят искренний характер. Поймите это, девушки. Такая близость имеет индивидуальные предпочтения, которые требуют преждевременного обсуждения. Женщина должна быть готова отдаться полностью. Первая ночь близости не должна быть насыщена интимными разнообразиями. Не стоит демонстрировать все свои способности. Лучше создать интригу, если есть желание продолжить отношения. В каждой женщине должна быть загадка. Это же не нами сказано, не нами продумано, это сказано давно. Открывающийся мужчине со временем это только придаст пикантности и исключит монотонность в дальнейшем сексе. Для того, чтобы произвести впечатление и оставить незабываемые ощущения, нужно следовать некоторым правилам. Вначале нужно запомнить, что мужчины ценят активность и инициативу. Во время близости не стоит принимать неподвижное положение и сосредоточиться только на своих ощущениях. Это ошибка очень многих пар. Показывая свои чувства вздохами и криками, женщина придает необычную уверенность в себе мужчине, что приводит к достижению оргазма. Внешний вид очень возбуждает сильную половину человечества, поэтому хорошо выглядеть должна не только лицо и тело, но и интимные места. Так замысловатая прическа в зоне бикини сводит с ума многих парней. Поверьте мне, уж я-то знаю. Ночь прошла, она была особенная. С нее начались близкие отношения, а закончатся они через день или через 80 лет, но желательно через 100 лет. Жизнь покажет. В любом случае, пусть ваша первая ночь принесет вам только самые сладкие, приятные воспоминания. Пока, всего доброго. С вами был Сергей Котляров.